По месту Аллах у нас супруга четыре ребенка, четыре сына. Старше ему сейчас двенадцать, второму одиннадцать, третьему четыре годика, пятому, а четвертому четыре месяца. Мы жили, когда первый класс пошел старший сыр Сулейман, мы жили в Одинцово. А мы его отдали в школу при посольстве Саудаск-Араби. Это в Ихино. То есть вы представляете, какое расстояние, да? Да, да, далеко. 45-50 километров вот так вот. И каждый день в начале зимы еще на электричке они ездили, потом пересадку сделали на метро, потом там учились, потом обратно также возвращались. Потом плюс к этому у них должны быть домашние там преподаватели. К нам арабка приходила с Йемена, она с ними повторяла уроки. Как раз в первые годы шейх Али тоже с Туниса приходился, ему Куран повторял. Потом с Чада один преподаватель приходил. Потом параллельно, сейчас они уже, когда уже, аль-хаммур помился Аллах, где-то Сулейман сейчас около 15 джозов Куран знает. Сейчас он уже сдает онлайн в Тунисе, у него шейх там, шейх Мухаммад. Опять же, онлайн, да, интересно, удобно, да? Шейх Мухаммад, он директор школы Малик бен Анис в Тунисе. И что интересно, один год он проучился. И там вот это он увидел атмосферу, то, что они там намаз читают. То, что там они там, помимо обычных уроков, все у них уроки на арабском, в школе при посольстве в Саудии. Там они Куран изучали, там намаз читали, на джумуа там ходили, в таухейд изучали. Я потом год проучился, а напротив нас была, в то время, когда мы в Одинцово жили, напротив нас была школа Атамгимо. Когда Медведев был еще президентом, открыл эту школу. Я говорю, слушай, есть возможность туда перейти, Сулейман, пешком, прям рядом, напротив нашего дома. Не хотел бы там, чем два часа ездить тебе в школу. Он подумал так, посмотрел на него, смотрю, уже слезы. Говорит, папа, а ты мне хочешь отдать в простую школу, не мусульманскую? Я говорю, тебе же тяжело. И он мне такие слова сказал, ему тогда было 7 лет, он говорит, папа, имам Бухари ради одного хадиса, тысячи километров. Говорит, ездил, говорит, чтоб один хадис от пророка, саллаху алисану, услышал. Неужели я два часа не смогу в пробке, на машине, на электричке, доехать, чтобы изучить сунну пророка и Кур'ан? Я понял, аль-хамду ляр, то, что мы правильное направление дали. То есть, когда тебе сын такие слова говорит, прям, ну, для отца это так, не передай слова.